МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только профессия врача приносит действенную помощь людям, был уверен врач, лауреат Нобелевской премии мира Альберт Швейцер. Здравствуйте! В эфире про здоровье. Вот о чем расскажем сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аппарат реворочий и стерилизатор хирургических инструментов. Что еще хранят в зале истории областной больницы? Словно несколько кругосветных маршрутов. В каких условиях перевозили раненых в годы Великой Отечественной? Госпиталь военнопленных и больница восстановительного лечения. Как перепрофилировали эвакогоспитали? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самое большое количество эвакогоспиталей за Уралом в годы Великой Отечественной находилось в нашей области. 80 санитарных поездов курсировали между фронтом и Сибирью. В регион поступили четверть миллиона раненых. Эти лестницы пережили много реконструкций. И на сегодняшний день они вообще остались в первозданном виде, так как их построили. То есть им уже больше 100 лет. И металл, и дерево. Когда был большой капитальный ремонт, мы обрабатывали это дерево, мы его и подкрасили, мы его зачистили березно в ручном режиме, так же, как и все эти металлические конструкции. У детской больницы скорой медицинской помощи среди обязанностей не только круглосуточное спасение маленьких пациентов. Есть и охранные обязательства. Расположены в здании, которое является памятником истории. Построено по проекту знаменитого архитектора Андрея Кричкова. В 1912-м здесь находилось реальное училище Дома Романовых. В 1939-м начала работу областная клиническая больница. В этом здании она будет до 1978-го. Вот здесь инструментарий. Старый аппарат, сфигматонометр ртутный для измерения артериального удаления, аппарат реворочия. Здесь вот лампа для осмотра стоматологических больных. Мы уже забыли, что такое стерилизатор. Вот для многоразовых шприцов, стерилизатор, стеклянные шприцы. Ну и вот старые инструменты для хирургических вмешательств, которые мы собрали. Ими давно уже не пользовались, но операционная наша сохранила. Но самое ценное – книга памяти и документы, свидетели истории. 22 июня 1941 года началась война, а 23 июня 1941 года в нашем музее сохранился приказ от этой даты, когда первые 15 сотрудников областной клинической больницы были уволены в связи с тем, что они были призваны в Красную армию на фронт. И это были и медицинские работники, и медицинские сестры, и врачи, и люди, которые занимались организацией жизнедеятельности больницы. Не все ушли на фронт. Подавляющая часть осталась в больнице для оказания помощи раненым на фронтах Великой Отечественной войны. 5 августа 1941 года Новосибирская областная клиническая больница была перепрофилирована в ЭВАК-госпиталь под номером 2493. И этот госпиталь как раз принял на себя наиболее тяжелых больных, которые пострадали во время боевых действий на фронтах войны, потому что здесь были больные, требующие длительного, очень серьезного, профессионального, квалифицированного лечения. В начале войны был составлен мобилизационный план эвакуации. По нему на территории Новосибирской области должно было развернуться 24 госпиталя. В феврале 1942 года их было уже 118 на 6,5 тысяч коек. Пять раз перевыполнен мобилизационный план. При этом в Новосибирске было всего 35 эвакогоспиталей. Большая областная была сеть. В Чинах, в Берске, в Карачах. Везде были развернуты эвакуационные госпитали. Это была пиковая такая нагрузка на феврале 1942 года, когда их было вот так много. Потом они начали постепенно, армия пошла на запад, постепенно госпитали начали переходить в западнее, западнее, западнее. И уже к концу войны у нас осталось там всего буквально несколько десятков. И эти госпитали работали в очень таком напряженном графике, потому что поток раненых был огромный. Только через Новосибирск прошло четверть миллиона раненых. Потери составили всего 16%. Медперсонал с эвакуированного госпиталями, конечно, приезжал. Приезжали и главные врачи, приезжали и хирурги. И только вот самый младший медперсонал набирали в городе. И это было тоже не так просто, потому что много людей работало на заводах, на предприятиях и свободных рук не было. И очень много привлекалось к младшей работе и детей, и вольнонаемных. Если хирургические все основные места у нас были закрыты, замечательная школа Владимира Мыши хирургической, которая создала здесь великолепную школу, и после него во время войны успел вырастить многих замечательных хирургов. То вот в палаты к раненым, свестринские какие-то обязанности, очень во многом выполняли дети, читали раненым стихи, писали им письма. Я читал воспоминания, когда молодой человек, тогда школьник, пишет, что я никогда не верил, что мой папа погиб. У него уже была похоронка, я не верил, что папа погиб. И когда я приходил в раненых, я чувствовал, что... Он был еще маленький, там какой-то первый, второй, третий. Я чувствовал, что это все мой папа. Вот колючие усы, руки вот эти группы, это вот мой папа. Он к каждому относился вот так вот, как мой папа. И эти ребятишки, там же у нас еще была служба организована, вот за оперным театром, где сейчас трамвай разворачивается, там стоял большой, как бы, пан, ну такой, ну, как сказать, информационная доска, где вывешивались объявления, кто кого ищет. И мальчишки бегали туда, раненые говорили им, что написать, они бегали, вывешивали туда вот эти объявления, что вот в таком-то госпитале находится такой-то, его родственники живут в Ордынке и так далее, и так далее. И очень много случаев, опять же, написано, когда за ними приезжали, они его забирали домой, там выхаживали, потом снова выходил на фронт. И таких случаев было много. И вот это как раз работа делали школьники. Потом очень много предприятий, которые несли шефство над конкретными госпиталями, Оловозавод, любое, каждое предприятие несло шефство. Несли шефство и театры, музеи. Музеи устраивали лекции выездные в госпиталях, показывали какие-то репродукции картин, читали стихи театра, какие-то ставили цинки. Вот так вот Зиновий Герд, допустим, познакомился с кукольным театром, именно в нашем же городе, в госпитале, когда театр Образцово пришел, и он понял, что это мое, вот я здесь со своей укороченной ногой, со своей искалеченной ногой, могу найти себе место в жизни в этом театре. Он после войны обратился к Образцову, и тот его взял в труппу. А с Гертом вообще, конечно, это изумительная история. Ему сделали первую операцию там еще, при фронтовых условиях, но нога должна была быть ампутирована. Привезли в Сибирь, сделали еще две операции. Необходимость ампутации отпала. Потом, когда отсюда перевели его дальше в госпиталь, в Москву, там ему уже вообще ногу сделали, все капитально, хотя бы пришлось его коротить, но тем не менее спасенная нога, я считаю, была в Новосибирске, когда отпала необходимость ампутации. Именно тогда был вот рубеж, край. И вот в этом, конечно, замечательная школа наших хирургов. Я не знаю, байка или нет, но есть такие работы, которые говорят о том, что когда раненые в пути, дороги сюда на восток узнавали, что их везут в Новосибирск, они были очень рады, потому что слава о новосибирских госпиталях, она шла по фронту. Уже там, на фронте, знали, что вот здесь, в Сибирь, вылечивают. И многие, даже когда на сортировочных были этапах госпитализации, они просили, видя, что у них такое тяжелое состояние, они просили отправить меня в Новосибирск. Доставляли раненых на санитарных поездах. Они за годы войны успевали проехать сотни тысяч километров, словно несколько кругосветных маршрутов. В период войны эти вагоны реально были в составе санитарного поезда. Вагон-аптека, вагон-перевязочная, по факту вагон-операционная. Действительно, так сказать, невероятный подвиг и железнодорожников, и военных хирургов в годы Великой Отечественной войны. Никому не могло в голову прийти, что придется оперировать на ходу, на колесах. Это первый опыт операции в дороге в истории человечества. Увидев масштабы бедствия, поняли, что если не начать спасать сразу же, вот в эти первые двое-трое суток, то сюда, в глубокий тыл, уже никого не довезут из тяжелораненых. Раненого заносили, отмывали здесь от крови, от грязи. Это подготовительное предоперационное отделение. Здесь можно подать большое количество воды. Вот она в крыше, в баках у вагона. Сток в полу. Отмыли, продезинфицировали и пронесли в саму перевязочную малую операционную. А здесь исторические хирургические инструменты? Да, хирургический инструмент мало изменился со времен великого русского хирурга Пирогова, который сам очень много придумал из медицинского инструмента. Здесь у нас лежит больной. Да, мы некоторое время возражали против манекенов, потому что зрелище и так страшное. Даже сейчас, когда холодно, вагон остыл, все равно мы чувствуем своеобразный запах. Запах госпиталя, больницы, лекарств старой крови. Летом, когда вагон нагревается, очень тяжело находиться. Иногда людям становится плохо, они аккуратно выходят, участники экскурсии. После операции проносили в реанимацию, выхаживали. Все здесь придумано, как мы бы сказали, трансформеры. Все складывается, раскладывается, занести, вынести, накормить, напоить воина. В Новосибирске в годы войны провели десятки тысяч операций. Бывало, что сложнейшие операции делались буквально чудом. Вот, допустим, у нас есть 76-я школа на улице Большевистской. У них есть при школе музей. Там был госпиталь во время войны 36-09. И у них есть музей, медицинская служба. И там эта история есть. Она, по-моему, там написана. Можно поднять бумаги и посмотреть в каких-то письмах. Врач Зинаида Левина была. Она применяла гипноз. Понимаете, он врачами воспринимается очень по-разному. И в основном это все неправильно, это все ненаучно. И это все плохо. Но Зинаида Левина как-то решила применить. Потому что раненый был тяжелый в том отношении, что безнадежен, что у него была потеряна речь, потеряна слух. И никаких возможностей медикаментозных восстановить это было невозможно. Она попробовала с ним сеансы гипноза. И вот после нескольких сеансов этот раненый, по-моему, фамилия рядовой Герасимов у него, он действительно начал слышать, может быть, не на 100%, но у него появился слух. И он даже начал немножко говорить. И вот одним из первых его слов, как написано в этом документе, неужели я снова полноценный человек. То есть он уже сам не верил, что он когда-нибудь начнет говорить или слышать. И вот тут он начал слышать окружающих, врача в беседах с ним, в его каких-то сеансах. И начал говорить. Может быть, это из-за другого произошло. Но тем не менее, вот факт такой есть, он написан. И насколько ему верить, ну, опять же, насколько хочется, настолько верить. Но чаще спасали все же методами традиционной медицины. Больше 7 тысяч доноров отдали кровь раненым воинам. Среди лучших – жительница Новосибирска Зимина, сдавшая 23 литра крови. Мало того, что эти госпитали у нас работали все военное время, даже когда эвакуированные госпитали уехали обратно на запад, ближе к фронту, наши перепрофилировались. И вот госпиталь на Достоевского, который он стал принимать снова раненых, или больных даже, можно сказать, но уже не наших, а военнопленных. Немцы, японцы, военнопленные лечились нашим госпитальом на Достоевском весь 44-й год, 45-й год и даже 46-й год. Эти госпитали были последними закрыты. Госпиталь 24-93 тоже не сразу вернулся к работе в качестве областной больницы. В 1943 году, в августе месяце, эваку-госпиталь прекратил свое существование и была организована на базе областной климической больницы, на базе эваку-госпиталя, больница восстановительного лечения. Дело в том, что к этому времени уже скопилось достаточно много тяжело травмированных бойцов, которые потеряли конечности, ослепли. И вот этих больных, этих бойцов нужно было как-то восстанавливать. Возможно, и к дальнейшему участию в боевых действиях, возможно, просто к нормальной гражданской жизни. Поэтому здесь были ведущие специалисты, травматологи, ортопеды, офтальмологи, которые занимались адаптацией тяжело раненых больных к нормальной физической гражданской жизни. И эта больница восстановительного лечения, она просуществовала до 1946 года, когда в августе вновь она была реорганизована в областную клиническую больницу. И дальнейшая история нашей больницы, она была достаточно славной. Я работаю в больнице 40 лет, поэтому мне посчастливилось. Я застал еще ту прияду замечательных людей, ветеранов Великой Отечества, которые вернулись с фронта и работали в нашей больнице. Это были замечательные, скромные люди. Они совершенно не чувствовали себя героями. Когда их слушали, думали когда-нибудь, что мог бы я, если завтра война? Вы знаете, может быть, я и думал, и, честно сказать, как-то вот иногда ожидали, почему у нас не было таких событий, в которых мы участвовали. Но история нашей страны как раз показывает то, что такие ситуации были. И это и авганская война, и другие какие-то вещи. Война — это страшная вещь, на самом деле. Ничего там геройского нет. Это беда, это всегда горе. И люди все равно, живя в обыкновенной гражданской жизни, при определенных условиях они могут мобилизоваться, проявить свои лучшие качества. И мы были этому свидетелями буквально в прошлом году, во время эпидемии, подыме, которая обрушилась на нас. Те люди, с которыми мы работали ежедневно, зная их, они, отбросив все свои какие-то личные дела, они пошли работать в госпиталь, оказывать помощь больным с коронавирусной инфекцией, рискуя жизнью, понимая, что они рискуют и своей жизнью, может быть, здоровью своих близких. То есть в таких ситуациях человек проявляется по-другому, лучшее качество выходит наружу. Это важно. Это, наверное, одно и то же, можно сказать, только в разное время. В прошлое время диктовало свои условия, наше время свои условия. И в нашем времени это действительно война. И на пороге победы, я думаю, мы уже стоим. Это не подвиг, это наша работа. Так говорили и врачи, которые трудились во время Великой Отечественной войны. Мы понимаем, где мы работаем, мы понимаем, какие люди тут работали, какие подвиги, не боевые, но тыловые, здесь создавались. И мы не можем к этому относиться равнодушно. Может, к этому высокие слова, но тогда было большое желание победить. Тогда было большое желание выжить. Тогда был и сейчас, и тогда большой профессионализм и медицинского персонала, который всегда исторически так работает, чтобы спасти жизнь, спасти здоровье. И это все было, и это все сейчас есть. И мы перенимаем это желание помочь людям, детям. В начале 1946-го на итоговой конференции в Москве министр здравоохранения РСФСР подчеркнул, что Новосибирск вошел в число тех городов, которые являются гордостью советского здравоохранения, превратился в крупный научно-методический, консультационный и лечебный центр по оказанию высококвалифицированной помощи раненым воинам. Приступая к операции, надо иметь в виду не только брюшную полость и тот интерес, который она может представлять, а всего больного человека, который, к сожалению, так часто у врачей именуется случаем. Так говорил архиепископ Лука, святитель-хирург, в миру Валентин Феликсович Война-Ясенецкий. Репрессированный в годы Великой Отечественной, он делал несколько операций ежедневно. Спасал в Сибири раненых и больных. Мирного неба вам, с праздником! Будьте здоровы и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин